В 20 лет человеком властвует желание, в 30 лет разум, в 40 рассудок. Бенджамин Франклин. Поверьте, 100 баксов нам врать точно не будет. Всем дорог. Только с годами мы начинаем понимать, насколько нам важна свобода, наше настоящее, будущее и будущее наших детей. Только с годами, но не в 20 лет. По статистике в Украине полтора миллиона студентов. Из них голосует только одна десятая часть. Одна десятая часть. Нет, ну одна десятая, чуваки, ну не знаю, ты на голову не наладишь. Но это то же самое, если в футбол играл бы один вратарь. Хотя у нас такой футбол, что иногда один вратарь играет. И то не у нас. Так я не могу понять, почему? Нашим студентам меньше всего это надо? Или вообще не надо? Или надо, но не это? Вообще, что им надо? Постоянные тусовки, алкоголь, секс без обязательств. Концерты, рейвы до утра, сессии. Это заботная жизнь. Голосовать, бегом, что ты сказал! Окей, давайте на вашем языке. Представьте, что избирательный участок это вписка. Пойдите туда. Представьте, что избирательная кабинка это лифт. Сделайте там селфи. Представьте, что бюллетень это пустой шот. Заполните его. Я, конечно, понимаю, что вы еще студенты и сегодня вас политика не касается. А завтра? Вы же как-то закончите универ. Не понимаю. Ну ладно, тогда давайте вот так пообщаемся. Скажите, а чего вы не пойдете на выборы? Еще раз. Почему вы на выборы не пойдете? А чего это мы не пойдем? Пойдете? Не. Не иду. Иду на выборы. Не хочу. Это единственная причина? Ну почему ты не пойдешь на выборы? Вечая работа. А чего вы не идете на выборы? Потому что мы с фары идем на пару. А, я что знаю. Потому что не за кого голосовать. Ребят, привет. Скажите, пожалуйста, а чего вы не идете на выборы? Какие выборы? Президента Украины. А чего мы не идем туда? А кто сказал, что мы не идем? А чего я там забыл? а кого выбирать ты пошел бы на концерт бабкина или на выбор если был бы в этот день но бабкина конечно нет не планирую а чего потому что я не считаю что мой голос это способен повлиять на ход на исход не знаю на выборы не собираюсь а почему я знаю что я особо не вплинув на выборы а если таких будет миллион людей с таким мнением я понял меня еще точка зрения я мало обизнанной политики и мне выбор может быть не обдуманным а что мне делать с людьми которые не идут на выборы скажите пожалуйста почему вы не пойдете на выборы а я приписан и тут а живу не тут ты тут а и я тут а не мое за кого голосовать наверное по цей причине 44 кандидата ну 44 кандидата але з них мало на мою думку хто може бути президентом но есть правильно ну да я никого не называю просто мне интересно если ты не пойдешь на выборы твой голос продадут ты же знаешь да да и тебя это в принципе устраивает да что голос продадут ну да ты а киевская прописка ну не я не киевлян вот мне вообще сейчас киевская я в общежитии живу в принципе да тебе пойти проголосовать это несложно да да пожалуйста просто чтобы твой голос не украли хорошо хорошо обещаешь спасибо тебе большое вот такая вот картина друзья студентам не интересно политика политикам не интересны студенты вот такой вот замкнутый круг безразличия все взаимосвязано очень грустно и пессимистично получается давайте поменяем эту картину в лучшую сторону уважаемые небезразличные и неравнодушные студенты чтобы вам проголосовать у вас есть всего лишь три варианта первый если ты учишься в другом городе и живешь в общежитии идешь голосовать по месту этой прописки адреса можно посмотреть второе если ты учишься в другом городе снимаешь квартиру то чтоб не ехать домой ты должен пойти в местную администрацию написать заявление о смене места голосования как это сделать подробнее можно посмотреть в этом видео и вариант номер три который самый сложный если ты учишься живешь и прописан в одном городе то просто поднимаешь свою молодую студенческую и идешь на выборы пожалуйста просто идешь и голосуешь без всяких отмазок и лживых обещаний давайте оставим это политик есть такое выражение дорогу молодым уважаемые молодые так давайте сами ее и построить спасибо русик увидимся